Так, ребята, я нашёл новую деревню, давайте пополним наши запасы, может ещё продуктов немного наберём? Кстати, здесь есть кузница, может здесь будут алмазы? Топ, Райм, а чё ты уже здесь делаешь? Привет, Градус, у меня случилась беда. Ты чё такой грустный? Иди сюда. Да, да чё? Смотри, видишь вот эту лаву? Ну, лава как лава, и чё? Эээ, в общем, я утопил здесь свой телефон. Как ты умудрился это сделать? Не спрашивай даже. Окей, Райм, я могу кое-что тебе посоветовать. Как насчёт Е-каталога? Всё просто. На Е-каталог ты можешь выбрать любой товар по вкусу и сравнить его с любым похожим. Просто добавляешь сравнение характеристик, смотришь минусы и плюсы гаджета. А также прям здесь можешь докупить к нему аксессуары. Почитать отзывы, выбрать вместо одного магазина сразу несколько и сэкономить на этом пару сотен. Например, у этой модели больше оперативной памяти, и работать этот телефон будет быстрее. Думаю, Райм сможет выбрать себе телефон по вкусу. А мне нравится iPhone XR, и в этом магазине он дешевле, поэтому выгоднее будет брать здесь. Ну и если что, ссылка на Е-каталог будет в описании. Градус, спасибо тебе за твой совет, теперь у меня есть новый телефон, ура! Ну, ты знаешь, куда можно обратиться. Чё, какого хрена? Почему здесь всё разрушилось в один момент? Райм, я же говорил, не стоило превращаться в ритуал твой делать. Надо быстрее выбираться, надо быстрее выбираться, пока я ещё не умер. Райм, Райм, ты в порядке? Градус, беги, я не могу себя контролировать, что-то здесь пошло не так. Блин, нет, нет, у меня так лагает от этого всё. Блин, Райм, я говорил тебе плохая идея с этими ритуалами. Но нет, кто будет слушать градусы? Правильно, никто. Теперь остаётся только выбираться. Где здесь выход? Где здесь выход? Я потерялся. Как всё неудачно получилось. Где выход? Я забыл. Он был в комнате возле портала. Вот она, главная комната Райма. Я прям здесь слышу дракона, у меня даже не пролагивает Майнкрафт. Я всё слышу громче и громче. Нет, он всё ломает своими крыльями. У меня немного времени, и он скоро доберётся на меня. Походу, я не успею найти выход. Что? Он уже близко. Ребята, прощайте. Фу, а я говорил. Не стоило этого делать. Чё мне делать теперь? Во-первых, мне нужно как-то вернуться в наш мир. И я, скорее всего, сделаю это через портал. Блин, ну я не могу бросить Райма в такой ситуации. Надо как-нибудь выкручиваться. Чё ты на меня смотришь? Что я могу тебе сказать? Пойдём спасать твоего друга. Здесь выход только один. Сейчас я вернусь домой. Так, вот он, я вернулся. А сейчас мне надо быстрее бежать к утёнку Джеку и Насте. Так, Люцик, бедный мой, посиди пока что здесь. У нас сейчас очень страшная ситуация. Так что побудь здесь, поохраняй, пожалуйста, замок. И главное, спрячься, если будет опасность. На поиски Насти и к Джеку на базу. Я уже почти подлетел к деревне Джека. Блин, как же всё-таки неудобно с его чесноками. Почему он их никогда не убирает? Я же сказал, это не надо. Как много охотников. А я даже не смогу пробраться через них. Ой-ой-ой, ребят, у меня проблема. И летать я не могу, и чеснок у меня есть. И Джек, Джек! Чесноки. Избавиться бы от них тренер охотников. Боюсь, я только стоплю сюда на землю, и меня сразу убьёт. А что он? На самом деле, я знаю один метод. Придётся проэкспериментировать. Для этого понадобится хотя бы один блок. Так, вот так становим, делаем. Всё, и запрыгиваем на забор. Я знаю, что делать. Так, превращаюсь в оборотня. Пробаю запахи. Так, здесь я вижу оборотней. Это у нас какие-то невинные существа, либо летучая мышь. Ой, кто? Что? Кто меня атакует? Неужели это охотник? Да, это охотник, и он меня заметил. Я нахожу запах Джека. Вот этот синий внизу. Вот это он. Значит, он где-то в тюрьме. Превращаемся от человека. Ой, я проголодался немного. И телепортируемся. О, всё, пробегай, пробегай, быстрее. Хоть бы меня не убили, не убили так. Нажимаем кнопку, проходим. Ай, нет, опять механизмы барахлят. Джек, у меня с тебя серьёзные новости. Сейчас нет времени для отдыха, развлечений и чего-либо другого. У нас беда. Райм сделал ритуал, который я просил его не совершать, и он превратился в дракона. При том, что его последние слова были о том, что он не может себя контролировать. А где? Как? Почему это произошло? Потому что Райм не захотел меня слушать. Ладно, так или иначе, нам надо как-то его вернуть во прежний облик и спасти. Всё, я тебя умоляю, поубирай свои чесночные штуки, они меня убивают. Ну ладно, я тебя понял. Там нужна срочно Настя, ты не знаешь, где Настя? Это не Настя? Нет, это Инь, это ещё один Инь, это Янь. Ты не знаешь, где можно найти Настю? А, ну Настя пошла выполнять задания охотников, как я знаю. Ты не знаешь, где она может быть? Ну, а задания охотников, допустим, какие? Ну смотри, короче, ей нужно было сделать некие зелья охотника, поэтому она пошла за ингредиентами. Различно. Отлично, хорошо, ингредиентами какие, ты не знаешь? Ну, в лесах там всякие грибочки, прикольчики всякие такие. О, я помню последним, что она хотела сделать, это была конитовая зелья. Он хотел в тебя стрелять, а попал в меня. Давай продолжим наш разговор уже на улице, где нас не достанут охотник. Я сейчас телепортируюсь и убегаю. Догоняй меня. Хорошо, хорошо, градус. Я уже на поляне. Джек, в каком смысле оконитовая зелья? Зачем Насте это зелье? Оно же опасно для неё. Она может лишиться всех своих сил. Ну, слушай, если она захочет, она сама тебе об этом расскажет поподробнее. Ладно, неважно, хорошо, нам в первую очередь сейчас нужно её найти. Как крафтится оконитовая зелья? Ты помнишь, какие для этого ингредиенты нужны? Возможно, я знаю, куда нам стоит отправиться. Нужен специальный цветок оконита. Блин, его на самом деле не так уж сложно найти, но я не знаю, куда она конкретно могла побежать. Я уже первый вижу оконитовый цветок. Волчий оконит. Это ж слабость волков. Так же, как моя чеснок. Какие ещё ингредиенты нужны, которые, возможно, конкретнее, там мы её найдём? Да, ещё одним ингредиентом для зелий является нарост из Незера. Может, она в аду? Подожди, хорошо. Не вижу её запаха вообще. Скорее всего, она в аду. Побежали, в аду. Давай немедлительно, срочно нужно собрать всю команду. Так, всё, в аду. Превращаюсь в летучую мышь. Как много посторонних запахов. Так, и где-то здесь я ощущаю её запах. А, Настя, вот она ты. Настя, привет, слушай, у меня сейчас нет времени тебе что-либо объяснять. Короче, у нас есть очень важный момент. У Райма проблемы. Он провёл какой-то ритуал, который не привёл ни к чему хорошему. Он превратился в дракона и перестал себя контролировать. Хотя ещё, Настя, ты же в курсе, что агонитовое зелье для тебя очень опасно. И для твоих сил. Да, конечно, я знаю. Тогда почему ты взялась за это дело для выполнения заданий охотников? Охотников? Что? О чём-то? Да, там доска объявлений, как сказал Джек. А, да, да, да. Пожалуйста, отдай мне агонитовое зелье. Не рискуй, пожалуйста. Теперь просто давайте быстрее к порталу бежим. Выбираемся. И, в принципе, я вам всё уже рассказал. Догоняйте. Сейчас нужно будет спасти Райма. И я вам покажу, до чего довели эти ваши ритуалы. Ребят, все помнят координаты, где находится портал в Эндер Край? Да. Так забудьте. Короче, там полностью разруха. Последний раз, когда я убегал оттуда, Райм превратился полностью в дракона и начал уже уничтожать свои подземелья. Там от него осталась, я не знаю, наверное, одна сплошная дыра. Но всё же нам нужно найти Райма, спасти Райма. Мы своих друзей в беде не бросаем. Поэтому возвращаемся туда. Надо будет отследить его и каким-нибудь способом придумать выбить из него эту душу дракона. Или просто превратить его в обычного Эндермен или сущность Эндер Края. Поэтому просто бегите за мной. Мы направляемся в сторону Эндер Портала. Погнали. Ребята, не отстаём, мы почти уже у цели. Вот то озеро, под которым находится Эндер Портал. И, собственно, то, о чём я и говорил. О, господи. Райм не смог себя контролировать, а под землёй места как бы немного. Дракону ничего не оставалось. Кроме как разрушить абсолютно всё. Давайте спустимся, посмотрим. Что? Какого это произошло? Ребята, подождите, не спускайтесь вниз, идите ко мне. А ты где? Я вот, я летучая мышь, смотри, Настя. Посмотрите в ту сторону. Тут почти ничего не осталось. Озеро просто идёт вниз. Давайте ко мне. Вот здесь как раз и есть самый главный спуск. Ай, вода, не самая любимая моя вещь, но я спускаюсь. Ребят, догоняйте. Тут ещё лава разлилась. Я вижу крепость, она полностью разрушена. Ой, лава опасна. Я не представляю как, но Эндер Портал уцелел. Тут какая-то вообще жесть происходит. Я такой первый раз вижу. Мы нашли очередную секретную комнату под фонтаном. Она открылась, я не знаю вообще каким образом. Мы просто где-то прошли, видимо, какой-то задели механизм. Сами того не понимаю. Но самое главное, что Портал уцелел. В Эндер Край мы сможем попасть, если нам будет это необходимо. Ну, просто посмотрите на всё оставшее. Крадус, ты говоришь об оставшемся, но тут ничего не осталось. Идите ко мне, сейчас всё покажу. Здесь вот, есть это так, тайная комната. Спускайтесь ко мне. Здесь всё и началось. Но только вот здесь уже ничего не осталось, кроме как скелета, повисшего в воздухе. Смотрите. Чего? Вы когда-нибудь такое видели, Настя? Что это такое? Боюсь, это один из тех людей, который экспериментировал до нас с Раймом. И вот всё, что от него осталось. Ну, или он знал какую-то тайну. Хотя, откуда нам знать? Это просто был скелет, который здесь появился. Он всё разрушил до основания, до бедрка. Ребят, надо его искать. Я просто, понимаете, если бы я здесь остался, боюсь, я просто бы попал в небытие от его крылья и вообще от его дыхания. Вот он ещё, сундук остался, в котором мы и нашли книгу с рецептами, но здесь уже ничего, в принципе, нету. Ладно, давайте выбираться наверх. Давай. Ребят, вы сможете выбраться? Я просто вылетаю. Он пробурил своими крыльями вот такую огромную дыру. Что ж, я думаю, в этой ситуации вам понадобится вся моя сила. О, Настя, вся в своей красе. Итак, я сейчас сосредоточила все силы и сейчас я готова сражаться. Я вернула себе силу злого образа ради этого. Так, Настя, это выглядело довольно эпично. Джек, я надеюсь, у тебя есть парочку зелий, которые нам, возможно, помогут. У меня на все случаи жизни найдётся зелье. Так, так, огнестойкость. Зелье силы, зелье регенерации. Ещё силы, силы. Так, есть отравление взрывное, между прочим. Настя, ты подобрал несколько зель... О, всё, Джек, супер. Неплохо, отравление на 20 секунду. Я тоже запасусь этими зельями, поделись с Настей, возможно, ей тоже понадобится. Хотя она сильный оборотень со всеми талантами. Я даже смогла вернуть себе силу оглушению. Ой, бедный утюнок, Джек. Главное, нас не задевай сильно, потому что эта сила реально способна оглушить любого. Но если мы будем постоянно попадаться тебе под руку, то ты сможешь сделать только хуже. Настя, тут понадобится твой нюх, потому что он сильнее моего в разы. Я, конечно, понимаю, что можно найти дракона по следам, но всё же... Джек, садись на меня, мы так доберёмся гораздо быстрее. Эх, всё, ребята, следуйте за мной. Пока что следу просто разрухи той, которую сделал Райм. Я могу прям чётко отследить, где он пролетел. Зачем он врезался в скалу? Для него, наверное, нет никакой преграды, кроме бедрака. Ребят, здесь его след немножко теряется. Следить его по запаху. Я и мои собаки считаем, что нам надо двигаться вон в ту сторону. Всё, я понял, я разведаю обстановку сверху, а вы пока что двигайтесь к тому запаху. А в принципе что, мы вернулись туда, где начинали? Это точно правильное указание? Точно градус, точнее не бывает, не сомневайся. Хорошо, Настя, я тебе доверяюсь. Неужели он просто прорыл под землёй туннель, и я вижу вот здесь... Здесь деревья просто сломаны, они левитируют в воздухе, всё, что здесь осталось. А-а-а, кошмар, он может сделать одним взмахом крыльев целый каньон. Ладно, ребят, я всё так же лечу по следам Райма. Ладно, градус, а мы всё так же бежим. А-а-а, Настя, такая ты быстрая всё-таки. А-а-а. Ой, бедные летучие мыши, которых ты взяла на таран. А здесь он просто разделил озеро на две половины. И тут продолжается этот разлом. Я думаю, мы под чью цель. Не мог же он за столь короткое время улететь так далеко? Я уже просто не успеваю вас догнать. Даже мои таланты на скорость мне так не помогут. Это реально уже как какая-то гонка между мной и Настей. Но вам всё равно легче как бы по запаху определиться. Градус, я почему-то теряю его запах. Возможно, это связано с тем, что он возле воды где-то был. Сейчас я поднимусь повыше, может, что-нибудь даже увижу. Ребят, вы там главное не утоните. А-а-а. А, так вот, Настя, вот же его продолжение следов. Так, здесь ещё остались разрушения. И он, видимо, здесь застрял и кружился, и кружился. О, он вплоть до бедрока снова разломал здесь всё. Вы, главное, не упадите, ребят. Я спущусь, возможно, там что-то есть. Хопа. Неужели он просто опустился и поднялся, Настя? Тебя там не убило? Нет, я жива. Садись на меня, давай, я тебя прокачу доверху. А, у тебя же есть таланты взбираться. Ладно, ребята, хватит медленно, продолжаем поиски. Мне эта территория кажется очень знакомой. Неужели... Стоять. Подождите секунду. Джек, у меня для тебя ужасные новости. К сожалению, Райм добрался уже до твоей деревни. Я не понял, там всё в порядке. Джек, там капец. Что происходит? Какого чёрта? Блин. Я же это стоил столько времени. А-а-а, капец, стоп. Тут хотя бы что-то уцелело, давай посмотрим. Кто-то уцелел, жителей вообще не видно. Так, в сундуках, в сундуках ещё есть вещи. Метро, метро уцелело, но я боюсь, от него толку нету. Тюрьма. Интересно, тут вообще остались наши собачки? Так, собачки целы, до них вообще не добрались. До барона вампиров тоже нет, Настя, ты как-то ещё тут помещаешься. Ребят, выбираемся, выбираемся. Забирайте в сундуках всё, что есть цены, нам это ещё пригодится. Я беру золотые арбузы. Блин, ну как так? Ну что это такое? Я столько старался. Боюсь, нам срочно надо найти Райма и спасти его от этого проклятия. Ребята, нельзя его за это винить. Я надеюсь, ты не обидишься на Райму, потому что я больше чем уверен, он не хотел этого делать. Блин, я, на самом деле, его очень люблю, я не понимаю, зачем он это сделал. Несколько жителей ещё уцелело, фух, не всё так плохо. Как вы вообще ещё умудрились в этом домике спрятаться? Столько стен разрушено. Ай, капец. Ладно, ребята, как бы это ни было, Джек, не обижайся на Райме. Я больше чем уверен, он о тебе заботился, и он бы точно не хотел, чтобы эта деревня была так разрушена. Наша главная цель сейчас, любой ценой найти Райма и спасти его. Ребята, повернитесь. Нет, бежим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова